Вы часто говорите, что мы ломаем инструмент в своих роликах. Пусть это и так, но все ради вас, дорогие зрители, чтобы вы понимали предел прочности вашего инструмента. Также я встречал на просторах ютуба ролики, где показывается, что, мол, бесщеточный инструмент практически не боится влаги. Всем привет, друзья, с вами Руслан Усачев. Я сейчас еду из сервиса, в конце ролика увидите из какого. Это было неожиданно для меня, надеюсь, будет неожиданно и интересно для вас, по какой причине я туда попал. И сегодня мы поговорим об устойчивости к влаге бесщеточных шуруповертов. Это легенда или не легенда, проверим, насколько это реально. Для теста я выбрал, пожалуй, лучший бесщеточник на сегодня, 791 модель. Тянуть не будем, начнем проверку и первый тест практически идеальная симуляция дождя. Ну мало ли попали под дождь шуруповертом. Как видите, специальные системы выброса воды отрабатывают великолепно. Бояться попасть под дождь с работающим бесщеточным шуруповертом от Деволт не стоит. Скорее всего, шурик выдержит. Ну а если немного серьезней, бесщеточник в силу своих конструктивных особенностей и вправду не так боится воды, как обычный шурик. Я могу делать это вечно, но нужно что-то посерьезней. Банаквой его не пронять. Совсем рядом речка, и я думаю, вы догадались, к чему все идет. Ну а мы идем искать удобный спуск поближе к воде. Наверное, вот там проще будет, с той стороны речки. Вон хорошее место. Сейчас протрем объектив, вон он весь подляпался. Найти нужное место оказалось не таким уж и простым делом, учитывая чистоту воды у берега. Ну вот мы и расположились, и можем приступить к основной фазе нашего научного эксперимента. Стоп! Ну вот как вы думаете, что будет? Как работающий шурик поведет себя при полном погружении в воду? Прошу вашу реакцию на реальный результат отразить в комментах. Поехали! Да, результат меня, признаться, приятно удивил. У шуруповерта срабатывает одна из защит, и он просто выключается в какой-то момент. Ну а дальше, после извлечения из воды, он снова продолжает нормально работать. Не знаю, друзья, видите ли вы красоту этого момента, какой вижу ее я, но предлагаю насладиться этим зрелищем еще немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бесщеточный шурик и правда оказался непотопляемым. Легенду подтверждаем. Проверили лично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь вернемся на место, разберем его и глянем, как он чувствует себя внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редуктор визуально в норме, смазку желательно под замену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, смазка, она выталкивает влагу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот тут видно, что вода попала практически везде. Но благодаря хорошей изоляции чувствительных элементов, шурик продолжал работать и полностью залитой водой. Залит этот специальным составом, поэтому электроника вся целая. Палином особо не воняет. Почистим, приведем в порядок и продадим как новый. И не отличите. Ну а теперь, что касается аккума. Так, промокает, но... Незначительно. Конечно, лучше просушить. Перед продажей. Шутка, конечно, но вы поняли. Комменты про то, что мы втихую продаем инструмент после тестов, меня веселят. Поэтому, почему бы не подыграть? Что касается влаги и отложенных последствий, они крайне вероятны. Это понятно. Если ваш инструмент попал в подобную ситуацию, просушить обязательно нужно. Даже если он и продолжает работать. Все, еще и так и будет. А мы поедем в сервис спасать GoPro. Да, друзья, спасать GoPro. Водонепроницаемую экшн-камеру. Потому что, вернувшись на офис, меня ждал сюрприз. Водонепроницаемая, аж до 10 метров, специальная камера, последняя на сегодня GoPro 8 Black, просто протекла. Шурик не сдох под водой, а GoPro, пожалуйста. Вот поэтому я собрался и повез беднягу на сервис. Кстати, можете оценить положение с CD-дома в Минске. На сегодня, 6 апреля 2020 года. В общем, вы поняли. Ну а что до камеры, разочаровало. Я пользовался ей совсем немного и очень даже лайтово. Подвела при первом же случае, когда понадобилась ее водонепроницаемость. В общем, сдаю в ремонт. По результатам и причине поломки расскажу в последующих видео. Спасибо за интерес, друзья. Ставьте лайки, делитесь видео. Я старался, как умею, поднять ваше настроение в это нелегкое время.